Мировые экономические кризисы, как на него реагируют саровчане, заболевание коронавирусом, объявлено пандемией в мире, а хоккейный клуб Саров продолжает выступление в чемпионате области. Это «Соседский Wi-Fi», обсуждаем самые интересные события прошедшей недели. С вами в студии Александр Самофал. И Петр Смирнов. Саша, привет. Всем здраво. Подключаемся. Александр, сразу с главной темы. Пока мы были на праздниках, 9 марта, отходили от 8 марта, у нас был выходной день. Во всем мире был рабочий день. И начался он самым печальным образом. Черный понедельник, друзья. За ним был еще черный вторник, черная среда и черный четверг. Черное воскресенье. В общем, черная неделя на биржах, мировых биржах, российских биржах. Нефть упала. Самое большое падение с 1991 года, с войны с Персидском заливе. До 31 доллара за баррель. От этого зависит цена на газ. На два наших главных экспортных товара. От чего мы действительно сильно зависим. Продолжил падение рубль вслед за нефтью. Доллар 74 уже в пятницу. Практически 75. Евро 85. Ну и, конечно, тяжкие впечатления. В принципе, скажу так. Падение затронуло не только нас. Упали все мировые биржи. В том числе Dow Jones, Nasdaq. Это я имею в виду американские биржи. В черном четверг. Это в четверг. Там больше 10% падения составило. То есть это общая мировая тенденция. Хотя, казалось бы, падали-то они не из-за другого, на самом деле. Не из-за цены на нефть. Обычно цена на нефть, наоборот, провоцирует экономический рост. То есть падают энергоносители. Дешевле становится товар производить. А из-за того, что Всемирная организация здравоохранения объявила нашу, уже теперь нашу, и китайскую болезнь, коронавирус. Мы с тобой обсуждали, что предполагали, что ей болеют только люди азиатской, так сказать, нации. Оказалось, что нет. В общем, теперь это пандемия. То есть эпидемия, распространяющаяся на не только одну страну, но и на несколько, уже на территории всего мира. Тут уже Италия, Южная Корея, Иран, Франция, Испания, в общем, множество стран Европы, в США, в Канаде. Ну ладно, вернемся к экономике. На самом деле, я, честно говоря, наблюдая за процессами происходящих, особенно нефть, доллар, евро, ну как-то предположил, а что дальше-то? Ну как бы вот в 2014 году была паника, да, народ побежал в обменники. Ты побежал в обменник? Нет, я не побежал, нет. Я не побежал, понимаешь? Ну я помню, доллар доходил чуть ли не до 100 с чем-то рублей. Да, но он был 30, потом резко на скачок до 50, потом до 100, когда народ побежал в обменники, соответственно, это уже был спекулятивный курс. И потом произошла небольшая коррекция, ну я имею в виду коррекция, это падение обратно вниз со 100 долларов до 60, как он и держался последние 4 года. То есть, ну понятно, произошла определенным образом девальвация рубля примерно в 2 раза. Сейчас еще 15 рублей накинули сверху. На доллар. На самом деле есть формула, вы ее можете, в принципе, найти, в интернете она есть. Формула зависимости курса рубля к мировым валютам, это так называемая валютная корзина, к цене на нефть. То есть, убиваешь цену на нефть, получаешь показатели отношения рубля, евро и доллара. В принципе, оно так и двигается. То есть, куда нефть, туда рубль. Туда, соответственно, доллар и евро. Что вообще, меня всегда интересовался, я как бы никогда углублен так ни этим биржами, ни это, не интересовался. Вот как вот вообще цены на нефть формируются? Как и на любом рынке. Есть продавец, есть покупатель. Спрос и предложение. Есть предложение, так называемая сделка ОПЕК+. ОПЕК — это организация экспортеров нефти. В Россию не входит в эту организацию, в нее входят страны Ближнего Востока, Африки, Южной Америки. Но Россия туда не входит. Как-то из-под крана сейчас. Да, они тоже добывают нефть, много причем добывают. И была сделка ОПЕК+. Для поддержания цен на нефть на уровне 50-60 долларов за баррель договорились сокращать объемы добычи. А почему ОПЕК+, потому что и Россия тоже участвовала в этой сделке. То есть, это плюс один до этого как раз означает? Ну да, ОПЕК плюс один. Россия из этой сделки вышла. С 1 апреля она прекращает свое действие. Соответственно, Саудовская Аравия... Не шуткой будет объявлено? Нет, это прям реальная история. То есть, прошли переговоры. Россия покинула эти переговоры досрочно. Это было в новостях. Кто следит, тот знает. И Саудовская Аравия решила. Ну, раз сделки нет, значит, мы наращиваем добычу и продаем нефть. Вот сколько она будет стоить, столько будет. Соответственно, а так как нефть торгуется не сегодня купил, да, завтра тебе поставили, а фьючерсами, так называемые. То есть, ты сегодня купил, а поставка запланирована через месяц или через два. Соответственно, сейчас торгуют нефтью, которая будет добыта и поставлена через месяц. И все эти фьючерсы, соответственно, упали резко. Потому что будет большое количество предложений, а и она стала резко дешевле. Соответственно, мы не хотим останавливать свою добычу. Саудовская Аравия не хочет останавливать свою добычу. Нигерия присоединилась к этому движению, что мы тоже тогда наращиваем добычу. Саудовская Аравия заявила, мы и по 25 долларов будем продавать. Значит, нам и 25 нормально. Я надеюсь, что наши власти, когда принимают такое решение, все просчитали. Потому что это такой, знаешь, похоже на ход ва-банк. Знаешь, как это all-in, да, ставлюсь на все, что вот есть на столе. Это замечательный ход, да? Да, да, ход сделан, игрок позеленел, называется. Чем грозит, да? Понятно, что многие товары в магазинах, особенно импортные, очевидно подорожают. То есть то, что сейчас вот еще есть на прилавках магазинов, по старым ценам, ну, наверное, очень быстро цены поменяются. По крайней мере, цены на автомобили уже анонсированы, что там 10-15% прибавят. Вот, да, техника импортная, особенно из Китая. И мы поговорим отдельно, да, что в Китае-то вообще остановили все производство. В России зафиксировали за этот месяц рост продаж айфонов на 50%. Можешь себе представить? Это надо все, последний товар. То есть народ просто пошел и скупил все айфоны, которые были в наличии. Кто-то и по три, и сейчас спокойно, я думаю, может перепродавать. Новая валюта, новое золото, айфон. Золотой айфон. Ну, биткоины были, были, сейчас могут пойти... Да, кстати, курс биткоина упал на 30%. То есть падало все. Акции, по-моему, Тинькофф банка. С Тинькоффом вообще история отдельная. Там против него еще уголовное дело завели, он объявил о ликемии. В одно, почти время. На самом деле мы, получается, увидели какую-то вот прям черную неделю, да, с понедельника по пятницу, когда, по сути, коллапс наступил везде. Причем не только. От нефти это зависит. И не только от нефти, не только от этой сделки ОПЕК+, но и остановка производства в Китае, да. Это закрытие авиасообщений, закрытие границ многих государств. Особенно заявление Трампа на американскую биржу повлияло очень сильно. Все европейские биржи, соответственно, тоже там закрывают сообщения, закрывают границы. Не сказать, что паника, но настроение совершенно пессимистичное. Начало марта выгодно. Все падает. Високосный год дает о себе знать. Вот. Да, я тоже хотел помнить, что многие сейчас начали это связывать им с Високосным годом. Да, на самом деле, я вот, действительно, мы не заметили очереди в обменниках. Я лично не побежал, но от того, что, видимо, нет ничего. Нечего менять. Были бы рубли, как говорится, да, а то их нет, но как-то и менять нечего, да. Технику покупать, да, тоже как-то особо желание нет. Ну, вот был, в 2014 году был пик, когда все побежали и технику скупать, и не по одному экземпляру этой техники, по два, по три покупали. Ну, вот айфоны, как бы, яркий пример того, что, действительно, народ, там, есть лишние деньги, что купить. Да, вот, давно хотел айфон, ну, давай на все. На все, да. А так, на самом деле, интересно, что по этому поводу думают наши жители города, как они относятся к таким экономическим проблемам. И мы провели опрос, вышли на улицы, поэтому, Даша, тебе слово. Возрастание доллара влияет на жизнь россиян, и стоит ли что-то предпринимать? Да, поэтому стоит переезжать отсюда, из-за страны. То есть, это с нашей валюты и дальше будущего нет? С нашей валюты, у нас вообще в стране будущего нет. Ну, наверное, до нас немножко подольше, когда идет, до Сарова. А почему так считаете? Ну, до нас все попозже доходит. Но я думаю, конечно, коснется. На меня пока нет, не повлияло. Но я думаю, это, конечно, ужасно. Я, по-моему, мне кажется, еще поменяется. Потому что это уже было. Было повышение доллара и евро. Потом все упало. Это временное явление, мне кажется. А вам как? Не стоит расстраиваться, то есть, да, россиян? Мне кажется, не стоит расстраиваться. Будем надеть на наше правительство, как оно еще повернет ход событий. Ну, людям, я могу сказать, повезло, у кого были, так сказать, валютные счета. Ну, а мы что? Мы ничего. Нам приходится дальше продолжать работать. Мы живем с вами в России. И все. Это в других странах делают митинги против власти. А у нас все боятся. Значит, все устраивает. Вот все. Цены в магазинах поднимутся. И... А вот... И на стороне. Скажите, вот стоит ли сейчас закваться, допустим, россиянами и долларами, или нет? Как по вашему мнению? У россиян есть такая возможность. У многих долларами закупаться. Была бы возможность, конечно, нужно было закупаться. Конечно, сказывается. Вы посмотрите на цены, которые у нас в магазине. То есть, как прописывается в СМИ 10-15 и выше процентов, так оно и есть. Так что сказывается. Надолго это будет или быстро. Это интересно, но это может сказываться. Ну, стоит ли сейчас что-то делать? Может быть, резко валюту покупать иностранную? Без полезного. Надо ее зарабатывать. Если возможности нет, ее зарабатывать, то все остальное без полезного. Это уже было в истории. Это ни раз, ни два. И даже, по-моему, не 10, может, привыкли. Она на меня лично не повлияла. Цены уже поднимаются. Денег меньше. Уже ощутимы на каких-то покупках или просто визитете? Ну, повышение налогов чувствуется. Как всегда, что-то подорожает. Меньше будем покупать импортную технику, импортные товары. А так все, жизнь продолжается и никуда не денется. А потом президент сказал, что все будет нормально, значит, надо верить. Потому что я за него голосовала. И считаю, что если он сказал, значит, он слово свое сдержит. Ну, как видишь, настроения разные у всех. Кто-то, значит, пессимистично относится ко всему этому. Кто-то трезво оценивает ситуацию, что опять будет рост цен на импортные товары. Ну, а кто-то верит нашему правительству и президенту, что все будет хорошо. Кажется, что будет хорошо. И надо в это верить. Все-таки надо быть оптимистом. Да, мы оптимисты. Любым пессимистам это сразу на чем сказывается? На здоровье, любой пессимист, все плохо. Стресс. Ох и ах. Зачем нам этот стресс? Зачем нам эти лишние переживания? Надо жить сегодняшним днем. Я тебе хочу сказать. Вот в те праздники 8 марта в городе нельзя было заказать место в ресторане. Ну, просто не было свободных мест. Все три дня. Ну, о чем говорить? Ну, наверное, деньги есть. Просто народ тратит их не на технику, не на доллары, не на сбережения. А на себя. Потому что не всякая техника осчастливит себя так, как близкое общение со своим любимым человеком. Да, но коронавирус повлиял не только на экономику. Я так наблюдаю за спортивными событиями. Ну, в целом, да, что у нас идет сейчас? Футбол. Лига чемпионов. Лига чемпионов. Лига Европы. Чемпионаты Испании. Ну, разве все? В принципе, чемпионаты. Даже чемпионаты России. В принципе, чемпионаты идут, да, чемпионаты России. Ну, значит, хоккей. Кстати, по чемпионату России РФС предложил проводить без болельщиков. Но РПЛ, да, которые уже в премьер-лигах. Тинькофф и РПЛ, которые, да. Да, они отказались. Хоккей. Да. Кубок Гагарина идет, плей-офф. КХЛ. Буквально тут Динамо прошли. Начали отменять все соревнования. Что уже отменили? Чемпионат Испании остановлен. Чемпионат Испании. Чемпионат Италии остановлен. Чемпионат Италии сразу же. Ну, чуть ли один не из первых остановлен. Потому что у них там 15 тысяч зараженных на всю Италию было. Даже, кажется, Сиан Роналду не вернулся в Италию. Остался в Португалии дома. Да, потому что у них, по-моему, уже даже есть выявленные случаи. Самая команда, прямо в самом Ювенте, да. Тринель Другани. Да, ну и новость пятницы. У экономистов черный четверг, у болельщиков футбола черная пятница. Матчи 17-18 марта в Лиге Чемпионов. Соответственно, 19 марта Лиги Европы тоже приостановили. В дальнейшем не знаю, когда сообщат, когда их будут доигрывать. Самое интересное в английской премьер-лиге, потому что там Ливерпуль, который 20 лет ждал своего заветного чемпионства, и у них есть все шансы. То есть, ну, я думаю, ничего, кроме вот этого именно. То есть, кроме коронавируса не помешает? Там реально все шансы были, что Ливерпуль досрочно, там, за сколько-то матчей станет чемпионом. А тут стоит вопрос, что прекратить розыгрыш чемпионата и в этом году якобы не выявлять тоже чемпиона. Ну, не везет, почему Ливерпуль... Слушай, на самом деле, если, допустим, в Испанской, например, Лиге, да, то там интересно, там прямо на тоненького идет в одно очко борьба, между Реалом и Барселоной. Да, там еще... И там как раз качели склонились в ту сторону, что сейчас вот остановили его, да, и Барселона как раз вышла, ну, как в этой гонке, на первое место. И вот если они не возобновят и зафиксируют, как есть, то, ну, получается, Барселона становится чемпионом. Хотя показываю, очень плохой сезон, прям очень плохой сезон пока. Смена тренера, и даже новый тренер не может... Ну, да, есть такие. Но и, тем не менее, другие соревнования, которые, помимо Италии, вот Российской, пока наша Российская премьер-лига матча... Пока играют. Играют. Ну, по-моему, там биатлон отменили, этап Кубка мира, теннисные соревнования. Вообще сейчас вид спорта, любой вид спорта, он все-таки создан не только, как бы, для спортсменов, но и для болельщиков. Да, вот самое главное-то для болельщиков. Так ты представляешь, дошло даже до нас. Даже до нас. Матч чемпионата Нижегородской области по хоккею, полуфинал, ответный матч, старт Таншаева, да, ХК Саров, прошел с пустыми трибунами. По распоряжению заместителя министра спорта Нижегородской области, запрещен доступ болельщиков к матчам. Все? И просто не хватает вот этого, как, там, 12-й игрок, да, команды. Ну, очень неплохо Юрген Клоп, ну, когда тоже было решение Ливерпульс-Атлетико в Лиге Чемпионов играть без болельщиков, он тоже высказался на тему, говорит, ну, болельщики сюда не придут, они будут сидеть дома, и будут сидеть дома компаниями, в тех же кафе тоже будут сидеть компаниями. Мы же забыли про НБА. Да. Там-то вообще курьезный случай произошел. Очень курьезный случай. И один игрок, Юта Джаз, на пресс-конференции так высказался в шутливой форме, что он коронавируса не боится. Все это истерии не поддерживает. Да, это все ничего. И потрогал все микрофоны, которые стояли, а там, как говорится, что вроде до 12 часов на металлических каких-то предметах вирус находится. Вот он все микрофоны перехватал, и всем до свидания с пресс-конференции ушел. Причем не ушел, а быстро покинул ее. Ну, покинул. Пощупал, пощупал и убежал. Типа, мол, мой протест. Это все как бы раздуто и ушел. И вот на данный момент известно, что данный игрок подтвердил... Первым, по-моему, подтвержден. Положительно, как бы ничего смешного в этом нет, но тем не менее, игрок подтвержден положительный тест на коронавирус. И из-за этого случая весь сезон НБА приостановлен. Друзья, ну еще больше интересных и забавных новостей в нашей традиционной рубрике Телеграм. Помните времена, когда в мире ничего не происходило, и мы обсуждали яйцо, набравшее миллионы лайков. А сейчас пандемия коронавируса, массовые набеги на супермаркеты, скачки цен на нефть, поправки в Конституцию. Вот и Ульяновский, не выдержав напряжения, заржавел памятник рублю, сделанный, между прочим, из нержавеющей стали. И еще одна грустная новость. Как сообщает канал Лента, в Москве коммунальщики закрасили знаменитые граффити с Гагариным, которые нарисовали почти 10 лет назад в честь 50-летия первого полета в космос. Его не трогали даже вандалы. Но теперь, благодаря чиновникам, изображение скрыто под слоем краски, так как, согласно новым правилам, все граффити нужно утверждать в семи разных ведомствах и только потом наносить на стену. Репортеров одного из федеральных телеканалов обвинили в подлоге во время съемок сюжета, посвященного коронавирусу. Вот мы видим, как журналист собирает перед зданием в Санкт-Петербурге, где под медицинским наблюдением находились студенты, бумажные самолетики с посланиями, и зачитывает их зрителям. А вот уже на видео с камер наблюдения, которые в Твиттер разместил руководитель проекта Роспил Александр Головач, видно, как съемочная группа раскладывает самолетики сама. На что только не пойдешь ради рейтингов. Ну а к нам в студию присоединился главный тренер ХК Саров, Сергей Макеевичев. Сергей, приветствую тебя. Здравствуйте. Без голоса. Без голоса, да. Да, ну будем, постараемся поговорить. Сергей, к сожалению, к сожалению, проиграли трехматчевую серию старту из Таншаева, но, я так понимаю, впереди у нас еще матчи за третье место. Да, да, да. Все равно есть шанс получить медали. Третье место это тоже, как бы, но, с одной стороны, я в том году говорил, по эмоциям лучше выиграть третье, чем проиграть второе. Поэтому, ну, все равно, Таншаева там, друзья, я там играл два года, поэтому у меня там свои принципиальные матчи были. Но команда хотела больше, старалась больше. Мы где-то, ну, не доработали просто. И все. Смотри, игру на выезде, первую игру, да, выиграли достаточно уверенно. Я смотрел трансляцию, скажу, очень уверенно сыграли, да. И ответная игра дома прошла с пустыми трибунами. Вообще, вот на твоей памяти когда-нибудь такое случалось. А Таншаев был от болельщиков, да? Да, да. И там болели прям сильно за Таншаева. В пятницу пришло распоряжение с Министерства Нижегородской области, что все массовые мероприятия в закрытых помещениях проводятся с 12 апреля при пустых трибунах. 12 марта. 12 марта, да. Да, при пустых трибунах. При пустых трибунах. Количество участников не должно превышать 300 человек. То есть массовое катание не отменяется. То есть они будут, но если больше 300 человек, то билеты продавать не будут. Но без зрителей. И это не только у нас, это и КХЛ, это и ВХЛ. В ВХЛ вчера было письмо, что рукопожатие отменяется и здороваются на кулачках теперь. То есть после игры каждый с каждым едет не как раньше, а в КХЛ Йокерит отказался от дальнейшего участия в плей-офф. И СКА автомат вышел в следующий. Да, то есть в финал конференции, а ССКА и Динамо будут разыгрывать эту путевку. Но там тоже без зрителей. Тоже без зрителей. Как повлияло на игру домашнюю отсутствие зрителей? Потому что, ну, скажу, зрители проиграли 2-4, печальный, конечно, результат, хотя играли хорошо, я здесь скажу. Ну, я еще раз повторюсь, это уже было сказано неоднократно и здесь у вас, и ребятам, что, ну, зрители это 6-й полевой игрок. То есть это эмоции, это мурашки, когда кричат, и даже не то, что у них, у меня. То есть когда ты забиваешь гол, да, все кричат, это же, ну, как-то мотивирует все равно. Это не деньги, это не что-то, это, ну, какой-то стимулятор такой. И почему вот НХЛ и НБА вообще отменили матчи, потому что там в стадионах по 18 тысяч собираются аншлаги. Ну, это, конечно, во-первых, и деньги, то есть там 100 долларов стоит один билет. Да, в НХЛ. И это мотивация дома, то есть ходят люди, кричат, люди, ну, люди играют для людей, хоккеисты играют для людей. То есть это же все делается на, это массовое, то есть это несут все в массы. Где-то все равно сказалось, если бы, допустим, заранее знать, что зрителей не будет в субботу, можно было где-то организовать, допустим, там, на площади, поставить экран, позвать людей. Все пришли бы, смотрели, это было немножко. А когда в пятницу в обед говорят, что зрителей не будет, то начинается сразу, а почему, а кто, а вот можно мне мамку, а там, а можно мне папку, а можно мне жену. Там, тем более, выложили положение в группе, что разрешается законному представителю. И начали все звонить, вот я приду с паспортом, там, я приду, это мой сын, там, нет, это... Это для детских соревнований. Да, для детских соревнований, да. Это если детские соревнования. То есть ты сам, ты сам, свой законный представитель, тебе 18 лет, ты сам за себя отвечаешь. Да, ну, к сожалению, вот... Ну, на моей памяти не помню такого, чтобы из-за какого-то вируса, там, корона, не корона, чтобы закрывали соревнования, ну, ничего страшного. Обидно то, что, я говорю, был шанс, был реальный шанс. То есть в том году реально команды были сильнее. И Таншаевы, и Держинск, то есть, ну, эти команды... Я думаю, что в этом году у нас даже вариантов бы не было с такой игрой. А в этом году был реальный шанс побороться за медали. За первое место, я имею в виду. И последний раз в финале, вот еще раз повторюсь, играли в 2005 году. Мы с Костяном Поляковым. Я тогда здесь в армии служил. Кстати говоря, да, Поляков вернулся. Как раз очень удачно вернулся, да, из Китая. Константин Поляков, да, администратор команды Саров, которая в ИХЛ играла. Ну, он также вот за любительскую команду выступал. И, кстати говоря, хорошо вернулся. Ну, человек с головой, человек с руками, да, он где-то уже ему... Он 84-й год, 36 лет. Где-то тяжеловатый в плане физики. Но такие легионерочки, они нужны. Ну, скажем так, видно, что он, ну, как бы не на физику, да, он не бегает, не то, что быстро бегает. Он психологически. Но чисто психологически и вовремя появиться там, где надо, да, и отдать нужную передачу. И сразу же вошел в топ плей-офф, лучший ассистент плей-офф. Сразу же. Да, Константин поиграл в свое время тоже и со мной, и потом в высшей лиге здесь он побыл два года. И вот еще один вопрос. Наверное, те, кто смотрят игру, ходят на хоккейные матчи, да, вопрос судейства. Например, ситуация с булитом, да, где якобы была подножка. В правилах хоккея есть такое понятие, как симуляция. Да и, в принципе, в футбольных правилах есть симуляция. Вот чистую симуляцию признали за булит. Понимаешь? Вот если ее пересмотреть, это прям вот была откровенная симуляция стороны игрока Таншаева. Ну, при счете 6-1, после игры, когда мы разговаривали с главным судьей, он говорит, я дал шанс зацепиться. А, ничего себе, нормально, дал шанс зацепиться. Нести интрижку. Ну, еще раз. Да, булит, кстати, не забили. Хорошо, Алексей Суровигин отразил бросок. Ну, вот, как бы, я еще раз повторюсь, что это бумеранг в жизни, все бумеранг. Ты делаешь добро, тебе добро возвращается. Ты делаешь зло, тебе зло возвращается. Ну, а в целом судейство оставляет желать. Лучше у каждого, это говорится на каждом собрании, делается акцент, тем более, вот, в матче с Сеченом, когда был четвертьфинал, три человека получили травму, и даже двухминутных штрафов не было за это. Ну, а даже скажу так, что не просто травмы, а серьезные травмы. Перелом ключицы с последующей операцией в ГИТО в Нижнем Новгороде. Нет, здесь Колодов, да, взял на себя ответственность, сказал, что я готов, я смогу, и, конечно, ему большое спасибо, пока все идет по плану. Аркаша был в субботу, мы с ним разговаривали. Восемь болтов у него включится теперь. Прогноз на матч уже за третье место. Во-первых, это проанонсируем, матч состоится 21 марта, первая игра в Саруе. Да, да, первая игра в час дня. 21 марта, да. 21 марта. Объявили на две недели, то есть, грубо говоря, если с 12-го, 14 дней, 26-го должно быть либо продолжение, либо отмена запрета. То есть, возможно, если мы, даже если взять плохой расклад, что мы 21-го выиграем, а 28-го проигрываем, то 29-го, третий решающий матч будет дома. А давай я с тобой договорюсь, да, там проиграйте, и дома третье место заберите при зрителях. Если запрет с ним, вот, да, можно. При зрителях забирайте третье место, вот это будет классно. Забирайте третье место, да. Дома всегда, конечно, комфортно выиграть. Играем со Спартаком из Тумботина. Ну, да, у них не будет основного состава, у них тоже такие же студенты, как у нас, только у них нижегородские СНГТУ, у нас тамбовские сыровчане, а у них нижегородские, у них тоже там полуфиналы в своем студенческой хоккейной лиге, они поедут на Урал. Ну, приедет не очень сильный состав, я думаю, дома проблем не должно быть, но, а вот 28-го поедем туда на выездный матч, да, я думаю, что там нам дадут приличный бой. То есть там такая же пятерочка, плюс местные игрочки, я думаю, что команда достойная также и после первого круга до Нового года, который закончился, команда была на последнем месте. А после Нового года они пять игр подряд выиграли, то есть они взяли усиление, они вложились, потратили, нашли средства на легионеров и вышли в плей-офф, в плей-офф прошли БОР, который команда крепкая, достаточно. Про молодежь. Сейчас, я так понимаю, вот есть ЮХЛ, да, ребята, которые школу заканчивают, там насчет пополнения кадров и так далее. Нет, будет выпуск сейчас 28-го апреля, наверное, мы сыграем товарищеский матч, я думаю, что немножко сейчас у нас хоккей будет развиваться, он, в принципе, и так развивался там, благодаря Владимиру Витальевичу Азанову немножко прибодрился хоккей, то есть человек, фанатик, болеет, развивается, молодец. Спасибо большое, всегда помогают, и что Владимир Витальевич, и Сергей, и Сергей Витальевич, то есть сейчас, поэтому будет закрытие, я не знаю, сколько там человек будет выпускаться, на данный момент не слежу за этой информацией. Ну, в том году выпустило 6 человек, трое у меня, то есть трое, там кто-то уехал учиться, кто-то закончил, кто-то не хочет. Я думаю, что здесь также у нас будет выпускаться 2002-й год, наверное, получается, в том году 2001-й, в этом году 2002-й. Ну, если какие-то мальчишки захотят на следующий год прийти, принять участие, попробовать мужской хоккей, то есть они играли в детский хоккей. Это вот как автошкола, я всем говорю, почему детский хоккей и взрослый хоккей, они отличаются. То есть тебя в автошколе учат учебной езде с правого ряда 40 километров. Когда тебе дают права, ты начинаешь вытащить глаза в левом ряду, давить на педали, ну, надо переучиваться, все, теперь надо нормально ездить. Так же и здесь, так же и здесь, то есть тебя научили, какие-то азы тебе дали, но здесь мужской хоккей, здесь где-то будет больно, где-то надо терпеть. Посмотрим, будет выпуск, посмотрим, пообщаемся, может кто-то подойдет, может кто-то из родителей подойдет, спросит. Это все создавалось не для каких-то, ну, иногородних людей, то есть у нас задача, грубо говоря, своего ребенка сейчас ставлю на коньки, и там через 15 лет он закончит школу, и чтобы ему дальше, даже если он никуда не поедет, чтобы это просто потраченное вся твоя молодость, все твое сознательное время было потрачено не зря. Друзья, на этом у нас все. Приходите на трансляцию хоккея в ближайшие 21 марта в час дня. Канал 16 проведет для вас прямую трансляцию в интернете. Ну, а мы встретимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»